Приветствую вас. Я бы хотел начать свой ответ с того, чтобы заметить. В тот момент, когда вы начали строить свои личные отношения, хоть вам сейчас и 18 лет, но, тем не менее, хоть вы и, может быть, не считаете себя взрослой еще, и по-прежнему прислушивайтесь к своей маме, но в тот момент, когда вы начали строить свои личные отношения, мнение вашей мамы перестало быть для вас значимым. Потому что для своей мамы вы почти всегда будете маленькой. Для своей мамы вы почти всегда будете той, о ком она будет саботиться, о ком она будет переживать, о ком она будет беспокоиться, и ком она не будет давать, по сути дела, жить так, как вам хочется. То есть, жить так, как вы этого хотите, жить так, как вы этого достойны, жить так, как вам уже, по сути, это дело пора. А вам именно пора уже жить своей жизнью. И поэтому первое, что мне хочется сказать, это то, что, вот, если вы говорите, что маме об этом не можете сказать, о том, что молодой человек предлагает жить вам вместе, да, вот, как вы говорите, как я родителям скажу, берете просто говорить, что, знаете, я хочу жить молодым человеком, что у меня есть отношения, что я избытываю ему симпатию, что я хочу с ним быть, и все. То есть, больше вам, в принципе. И не надо ничего, на самом деле. И пока вы будете оглядываться на родителей, ну, по сути, отношения вам будет действительно сложно. Это первое. Второе. Значит, вот вы здесь писали про своего первого молодого человека, который вам изменял, и, в общем-то, который даже поднимал на вас руку, но, которого вы любили. И которого вы простили, но зато, что он вам сделал. Потом вы уехали учиться в другой город, и решили поставить точку в этих отношениях. Значит, он пытался все вернуть, но у вас отлегло. Понимаете ли вы, что это страсть была? Вообще, мне бы хотелось вас спросить, а зачем вы это написали? Вот, вот, а про своего первого молодого человека вы написали, зачем? что вы хотите, что вы хотели, может быть, этим показать, доказать, что вы хотели нам донести этой мыслью? Да, вот, если честно, не понял. Да, понимал молодой человек на вас руку. Это, безусловно, плохо. Изменял вам это, безусловно, дождик урока. Но вы, Аню, уже, как я понял, не думаете. Вы думаете о другом молодом человеке сейчас. И, к чему вы написали про свои первые отношения, мне все же не совсем понятно. То есть, этот момент, он, как бы, остается здесь пока без пояснения. Теперь, что касается второго младого человека, то он вам предлагает жить в мире, но вы, как бы, сомневаетесь, не хотите этого делать пока, что сомневаетесь. И, к чему, тоже хотелось бы, вот, понять, несколько более полно, почему вы не хотите с ним жить, если, как вы говорите, у вас с ним есть симпатия, или даже что-то большее, чем симпатия. то есть, вам самой нужно определиться, что молодой человек, он хочет быть с вами, но он ждать вас долго не будет. Это его общение с другой женщиной, пусть оно милое, пусть оно невинное пока, ну, оно может привести к тому, что у него с ней. будут отношения, если вы будете вот так вот отдаляться и не сможете вместе жить, если вы будете оглядываться на своих родителей. Просто потому, что мужчина, видимо, считает, что отношения без личных встреч или отношения со встречами раз в две недели, это очень мало. Но, опять, он правит так считать, это его выбор. Далее, значит, вы пишите о том, что он называет вас маленький, говорит, что «Я боюсь быть зависимым, если мы будем жить вместе». Не очень понятно, что это значит. То есть, вы боитесь быть зависимым, если вы будете жить вместе. Где эти логи, как вы будете зависимы, в чем вы будете зависимы, не очень банально. Вы говорите, что это не так, он говорит, что это всего лишь слова, и если бы я хотел, то все было бы хорошо. Ну, вы знаете, вы, знаете, мне кажется, боитесь не то, чтобы быть зависимым, потому, что вы боитесь быть независимым. вот так мне почему-то думается. Вы боитесь до конца ступить во взрослую жизнь, которая перед вами сейчас предстает. Вы боитесь сделать этот шаг. И есть вопрос в том, чему вы боитесь. Есть вопрос в том, почему вы обоставитесь. Вам ничего не мешало до 18 лет, сейчас с другим парнем, и терпить от него насилие, терпить от него измены, при этом быть, наверное, под защитой своих родителей. Но и вы были зависимы от него. Если вы не хотите повторения подобной ситуации, то вам необходимо поменять отношение в первую очередь к себе и учитывая все-таки отстраивать свои интересы. это возможно только в том случае, если вы будете действовать так, как вы хотите. Без оглядки на кого-либо, без прощения людей за то, без принятия мужчин, которые вам изменяют всем систематически и уж тем более без принятия мужчин, которые вас не уважают, не любят и не зацедают. То есть, если вы хотите отношения молоде, то вам необходимо в первую очередь отставить свой интерес. предстать оглядываться на своих родителей, думать о том, что вы хотите, преодолеть свои страхи, если они есть, поработать с ними отдельно, с этими страхами, и главное рискнуть. Любые отношения это всегда риск. Если вы не готовы рисковать, вы не готовы быть в отношениях. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. желаю вам всего самого доброго и удачи!